Ну, мне кажется, что, слушая пересказ этой книги, и в этом ее перевод, я себя чувствовал так, как будто я где-нибудь в тюремной пересылке слушаю одну из очередных историй сокамерника. Грустная история с решением, с разрушением всей семьи, жизни, ни за что, ни про что, с верой. И чем больше человека бьют, тем больше его преследуют, тем больше он верит и верит, ведь верит вопреки, а не благодаря. Что мне кажется в вашей книге совершенно уникально, это вызов, который вы сами себе бросаете в ней. Вы как бы пытаетесь на себя посмотреть глазами другого человека в то время, когда вы были значительно более наивны, чем вы теперь. И это, конечно, не невероятный вызов самой себе, это потрясающе, это прошедшее время, которое все изменило и изменило все представление вашей жизни, и вы теперь вот вспоминаете себя самыми глазами другого человека. Это как бы невольно нас возвращает к проблеме, внезапно возникшем у нас разговоре о Сартре, не случайно возникшем. Разные люди, которые наверняка знали Сартре в жизни, совершенно по-разному его вспоминали. Для меня, который приехал и появился здесь позже у вас всех, Сартр в 78-м году устраивал прием в Рекамье, в то время как Жескар-Кискен устраивал прием Брежневу, демонстративно. Это был старый человек, усталый от всего. И получилось так, что вот у него в этот же день был 70 лет, день рождения. Ну, мы по русской традиции предложили тут же выпить водки за этим же столом и предложили то за вечно молодого Сартр, который каждый год заново рождается. Это как-то не развеселило его больше. Он рождался много лет, он как-то истерпал способность рождаться заново. Старый, усталый человек. Впечатления, да. Впечатления очень разные у всех людей. И они зависят от того, когда вы видите, в какой период вы видите человека. Трудно его судить по прошлому. Хотя это им интересно. Это интересно для тех, кто сейчас переживает свое, ну, как бы становление, развитие своего характера. Мне пришлось приехать очень поздно сюда, в этот мир. Это уже 4,5 года назад. То есть в то время вы уже почти прожили здесь свою жизнь. Поэтому мое впечатление, оно и ошеломляющее, оно и внезапно. Но оно и интересно тем, что оно свежее. Вы знаете, это очень трудно объяснить. Это ощущение приходит к вам внезапно. И на тех деталях, которых вы никак не ожидаете. Оно может прийти к вам, когда вы видите табло в аэропорту с объявлением «Отправляется самолет в Тель-Авив, отправляется самолет в Рим, отправляется в Нью-Йорк». И вы знаете, что вы можете подойти в кассу, взять билеты и полететь. Это так просто. В то время как для миллионов, сотен миллионов людей в определенной части земного шара это проблема жизни. Они могут на это потратить 20 лет. Это может к вам прийти внезапно, когда вы идете по улице и вдруг видите церковь с надписью «Церковь свидетелей Яговы». И вы вдруг внезапно вспоминаете, бог мой, это те самые яговисты, которые заодно только членство в своей церкви в Советском Союзе будут посажены в тюрьму, которых никто никогда не видит, кроме как в тюрьме. А здесь у них это открыто, можно прийти, можно с ними поговорить. Это совершенно внезапно. Особенно, когда вы смотрите на лица людей. Я люблю смотреть на лица людей. Вот, знаете, в Париже для этого, как все условия созданы, садитесь себе в кафе, на улице и смотрите, как идет поток людей. И смотрите на их движение. Это движение нескованных людей. Они ничего не боятся. Они ни о чем не думают. У них даже нет мысли, что в любую секунду кто-то может подойти и схватить их. Они этого не ожидают. Каждого советского человека вы в толпе узнаете сразу. Я узнаю, по крайней мере. Сразу же. Что-то неуловимое. Даже нельзя объяснить, что. Но я сразу же скажу, за 100 метров. Это человек из Советского Союза. Он знает. Он знает, что все может быть. Он знает, каким может быть он ужасным. Он знает, каким могут быть самые прекрасные люди, с которыми он сейчас общается, в других условиях ужасным. Вы знаете, может быть, это то, что я сейчас скажу, прозвучит печально, грустно, пессимистично, цинично. Я не знаю, как вы это определите. Но по какой-то причине люди, которым очень хорошо, ничего не понимают. Видимо, это закон природы. Вот когда им было хоть какой-то период очень плохо, они начинают понимать других. Мне не нужно ехать в Южную Африку или в Чили, чтобы понять, что там происходит. Людям здесь, не бывшим в Советском Союзе, совершенно непонятно, что может быть в Советском Союзе. Более того, ведь сейчас ведь книги, знаете, вот сколько напечатано книг. О социализме, о коммунизме, о чем угодно. Но книги не доходят до людей, пока они сами это все реально не верят. И что меня поражает на Западе, что люди все время повторяют те самые ошибки, через которые мы прошли. Мы через них прошли, мы их видели, мы их пережили. А они опять заново их повторяют, как что-то новое, как что-то новое открытие. Вы знаете, эта книга имеет интересную судьбу. Я ее написал в прошлом году, в конце года. И мой издатель говорил, надо подождать, пока пройдут выборы во Франции. Обязательно надо подождать, потому что перед выборами французы не читают книги. Французы сидят в кафе, они обсуждают. Они на ипоте, они на ипоте. Не надо ее, надо подождать. А вот перед выборами французы сидят в кафе и обсуждают конкретных политиков, их достоинства, их экстерьер, как они выглядят, как они ходят. Это бесполезно, надо подождать. Мы подождали и попали на самый решающий момент французской истории. Когда Франция, как говорится, опять решает свою судьбу. И эта книга оказалась удивительно актуальной. Я все жалел, что я не могу привести хороших примеров из французской жизни. Я никогда не жил во Франции, иногда здесь бываю. И что они в основном приведены из примеров жизни в Англии, в Швейцарии, в Швеции, в Германии. Меньше всего из Франции. И вдруг она оказалась наиболее актуальной во Франции. По крайней мере, четверть этой книги посвящена мифу социализма, который люди повторяют и повторяют заново. Молодые и старые. И каждый раз результат. Печальная история. Ментальность совершенно другая. В Советском Союзе каждый человек должен обществу. Он должен обществу. Общество ему ничего не должно. Здесь все наоборот. Здесь общество должно каждому. Мне не придет в голову в Советском Союзе требовать денег. В то время как здесь требовать денег это нормально. Мне не придет в голову сидеть и ждать, пока государство мне даст квартиру. Потому что я знаю, оно мне ее не даст. Если я не найду способов это сделать, я ее никогда не буду иметь. Если я не найду способов заработать на черном рынке, нелегально, полулегально, то буду полуголодным. Мы не государство общественного благосостояния. Это интересно, потому что социализм, когда он логично доходит до своего конца, своей завершенной эфиры, он неизбежно приводит к возникновению этого нелегального капитализма, потому что это единственная возможность выжить для населения. В результате люди здесь значительно более безответственные. У них нет чувства ответственности за свои поступки, за свою жизнь. Они верят, что государство большой добрый дядя государства. И все там все на блюдечке. Вы знаете, я должен оговориться сразу. Дело в том, что моя книга это некоторое преувеличение. Я хотел представить не столько исключительно свою точку зрения, сколько типичную реакцию советского человека, да? Вот нормального советского человека, который приехал назад. Поэтому я иногда как бы усиливаю эти вещи. Я хочу быть провокационным. Я хочу разговора на эту тему. Я хочу, чтобы люди это наконец поняли. Я два дня назад говорил с Райму Нароном. Я ему говорю, я четыре года объясняю людям вещи, они их не понимают. Он говорит, я в сорок лет объясняю людям те же вещи, они не понимают. Нужно спровоцировать какой-то спор. Ну вот, мне хочется ответить господину Морену книгу, которая мне очень понравилась. Я хочу сразу оговорить. Это глубокий, интересный очень анализ. Он говорит, что эти термины разные, и у них разные коннотации, разные значения. Правильно. Совершенно верно. Но никто, ни один социалист, никто не определил абсолютно точно. Люди, которые идут на площади и кричат «Да здравствует социализм!» Каждый из них понимает этот социализм по-разному. А что получается в результате? Я смотрю французское телевидение, и восторженные молодые люди с горящими глазами говорят, вот теперь у нас социализм во Франции. Теперь я, наконец, получу работу, которую я всю жизнь хотел. Теперь я, наконец, буду жить, как я хочу. Слушайте, если они так понимают социализм, то они в течение года жесточайше разочаруются. Правительство не создают работу, правительство не создают продукцию. Спасибо, что я. Спасибо, что я. Вы знаете, мне кажется, формулировка вопроса «так будет неверна». Недостатки здесь не системны, не в системе. Я же вовсе не предлагаю ввести какие-то государственные ограничения, там, законы. Книга – это призыв к обществу. Я хочу объяснить людям, что в первую очередь все зависит от них, от их чувства ответственности. Чем больше у них будет чувства ответственности, тем меньше будет недостатков в этой системе, которая называется демократией. Вы знаете, Черчилль однажды очень хорошо сказал, что демократия – это самая худшая система, за исключением всех остальных. Это он абсолютно прав. Вы никуда от этого не денетесь. Дело же не в системах, вот в данном случае. Дело в людях и в их чувстве ответственности. Когда я вижу толпу людей в Англии, идущих, тысячи людей, загораживающих все движение с лозунгами, и кричат в микрофон, что вы хотите? Они отвечают хором – денег! А когда вы их хотите? Сейчас! Англичане привыкли, а я смеюсь. Вы знаете человека, которому не надо денег? Я такого человека не знаю. Я думаю, Ротшильд хочет денег каждое утро. Дело же не в этом. Они забывают, что от этого у них растет инфляция. Вы думаете, что можно системой спасти человеческие недостатки? Хорошо, мы сейчас дадим больше денег одним, убавим у других, и все будет прекрасно. К сожалению, нет. Опыт, о котором я говорю, это даже не советский опыт. Хорошо, вам не нравится советский опыт. Я четыре года живу в Англии, это всего 20 миль от вас. Если бы французы были более любопытны, они бы съездили и посмотрели. К чему привел этот подход? Он привел к тому, что Англия разваливается на глазах. И все попытки ее выручить из той беды, в которой она сейчас находится, просто ни к чему уже не приводят, потому что эти реформы необратимы. Дать бесплатно можно, отобрать назад нельзя. Ну, такой комплекс, конечно, есть, безусловно. Возьмите Америку, в которой развивали много лет этот комплекс вины люди сами. Это есть такой мазохизм, знаете, западный. И убеждали себя, что они должны там что-то предпринять. Они это предприняли. В результате, в результате или этого, или в результате других обстоятельств, но явно связанных с этим, мы имеем катастрофу в Юго-Западной Азии, в Юго-Восточной Азии. Катастрофа. Сейчас не хотят об этом вспоминать. Сейчас уже исторически помнят, вот вьетнамская война плохая. А сколько миллионов людей погибло в Камбодже, во Вьетнаме, в Лаосе в результате этой вещи. Это почему-то не возбуждает комплексы вины у американцев. Есть такая вещь, это есть у людей тенденция чувствовать себя виновными. Это хорошая тенденция, я вовсе не хочу против нее возражать. Но прежде чем почувствовать себя виновным, прежде чем выражать свои эмоции, все-таки надо подумать. Подумать и проанализировать. И здесь я, опять же, возвращаюсь к господину Морану, вполне с ним соглашаюсь. Думать прежде всего это очень важно. Ведь он говорит вот мне, значит, что есть разные определения, есть разные дефиниции. Но ведь беда в том, что меня не интересует сейчас дефиниции. И я люблю наивных людей, у которых есть энтузиазм, у них есть идеализм, но я знаю, что им предстоит разочароваться. И я не знаю, что с ними произойдет тогда. Я скажу откровенно, я разочаровываю интеллектуал. Я знаю, как физиолог, как психолог, я знаю, что человек это своего рода концептуальное животное. Это такое существо, которое применяет свой ум, чтобы оправдать свои желания. Хорошо. Это можно сказать о человеке вообще, если очень обобщать. Но интеллектуал это как бы человек, который должен уметь анализировать себя и уметь от себя отстраняться. К сожалению, то, что мы видим на Западе, да, вот, господин Морен совершенно прав. Что мы видим на Западе? Что простой человек, не имеющий специального образования и степеней докторов истории и филологии, понимает вещи проще и быстрее. Поехав один раз в Советский Союз на неделю, он приезжает и он все понял. Интеллектуал там будет ездить целую жизнь и каждый раз находить оправдание для того, чтобы все-таки поддерживать свою идею. Почему-то, особенно это я в Америке заметил среди интеллектуалов, может быть, это и верно здесь, у них такая теория, что образование должно заменять ум. Знаете, вот, когда вам дали образование, то думать уже не надо. Надо использовать образование как инструмент. и поэтому идеи, которые они рождают, они настолько далеки от истины. Это, скажем, в вопросе советско-американских отношений, все эти савитологи, все это. Это такая абракадабра, это меня так поражает. Последний пункт, что меня разочаровывает в интеллектуалах, у них не больше чувства ответственности за те идеи, которые они порождают, чем у любого другого человека. А ведь породить идею, дать ее идею людям, это значит взять на себя ответственность за ее исполнение. Какие-нибудь красные меры уже виноваты, они убили полстраны. Те, кто их научил, умные профессора в ваших университетах, они все еще, они как бы не ответственны за это, они все еще респектабельны, хорошо оплачиваемы, и совесть их не гложет. Вот это меня возмущает.